Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, наше время уже вышло, мы можем начинать наше мероприятие. Наше мероприятие проводится в рамках 508 заседания онкологического общества Санкт-Петербурга. Это традиционно, мы какие-то проблемы выносим на заседания общества. И, наверное, это правильно, потому что есть возможность и, так сказать, показать значимость нашего общества, есть возможность транслировать. Тема сегодняшнего нашего заседания посвящена очень актуальной проблеме в онкологии, это лечению лимфом Ходжкина. Уважаемые коллеги, проблема, конечно, если в целом взять глобальную проблему онкологии, она не такая уж существенная, но это более 3000 первичных пациентов Российской Федерации в течение года, и большая часть пациентов это молодые, зрелого возраста, люди трудоспособные. И каждый пятый из этих пациентов, у которого может возникнуть рефрактерная форма или рецидивная форма, которая требует особых подходов. И вот именно на этом вопросе, наверное, надо сосредоточиться, потому что здесь много нерешенных проблем, касающихся способов лечения. Начиная с диагностики, место патоморфологии, место ядерной медицины в диагностике, современным технологиям, которые все больше и больше занимают место в онкологии, касающиеся трансплантации стволовых клеток. Я думаю, мы сегодня вот эти вопросы как раз осветим, хотя далеко не этим ограничатся проблемы. Есть еще вопросы организационные, ведь у нас мы испытываем жесткий дефицит в лечебных технологиях, точнее переварить вот этот объем таких больных для Российской Федерации, это сложно, и не отработаны в настоящее время и до конца подходы. Нам нужно развивать центры соответствующие, маршрутизацию больных, но мы сегодня, конечно, займемся вопросами лечения, проблемными вопросами. Я хотел бы напомнить, что наша трансляция идет в интернет, и количество участников, я абсолютно уверен, гораздо больше, чем число участников в этом зале. И с нами должны были участвовать и москвичи, вот Ирина Владимировна так сложилась, но я надеюсь, что у нее есть возможность сегодня с нами участвовать в режиме онлайн. Спасибо. И слово для приветствия профессору Борису Владимировичу Афанасьеву, директору Центра детской гематологии и трансплантации нашего Санкт-Петербурга, самому крупному центру в России. Спасибо, Алексей Михайлович. Уважаемые коллеги, но несмотря на то, что в зале не так много народа, но я думаю, что здесь собрались те, кто очень тесно вовлечен в эту проблему, проблему лимфом, в частности, в проблему лимфомы Ходжкина, или, как раньше мы говорили, лимфограновоматоза, и возникает вопрос, а почему мы так часто видимся? И почему так за последние годы, месяцы даже, в стране происходит очень много встреч, рабочих совещаний, симпозиумов и так далее, и так далее, где специально в программе выделяется вот этот вид лимфомы. Мне кажется, что все достаточно просто. Во-первых, это удивительная и непонятная опухоль. Во-вторых, несмотря на то, что Алексей Михайлович упомянул, это всего-навсего 3%, но количество больных, абсолютное количество больных в России очень большое. И лимфограновоматоз, лимфомы Ходжкина всегда приводили в пример, как наиболее такой успешный, если можно так сказать, опухоль в плане лечения и студентам, и всем. Говорили, что большинство больных излечивается и так далее. Это действительно так, но, с другой стороны, у 20-30-40%, даже так некоторые считают, возникает много проблем, которые связаны с резистентностью. И у этих больных два пути. Либо палеотивная терапия, либо какое-то лечение. Раньше у нас такого лечения, в общем-то, не было. Но за последние годы все радикально изменилось и меняется с очень быстрой скоростью. И одним из главных событий, который произошел в этой области, является появление в клинике, на рынке, от цетриса, то есть препарата с целенаправленным точечным действием. Я думаю, на этом ситуация не остановится. У нас еще много проблем, связанных с изучением механизма, показаний к назначению брентоксимаба, витатина. Но появляются новые препараты, пересматривается роль учевой терапии, пересматривается роль трансплантации, пересматривается выбор оптимальной первой линии терапии. То есть очень много различных событий, и нам просто надо как-то вот успевать за всеми этими новыми данными. Поэтому я надеюсь, что сегодня эта встреча будет полезна не только для тех, кто здесь собрался, но и тех, кто смотрит нас по интернету. Спасибо. Спасибо. Естественно, в начале, перед тем, как мы перейдем к лечению, давайте вспомним, что такое лимфома Ходжкина и как ее диагностировать. Первый доклад классической лимфомы Ходжкина «Морфология и биологические особенности» Елена Ефреевна Лейнман, наш ведущий, один из ведущих в городе патологов. Пожалуйста, Елена. Глубоко уважаемый Алексей Михайлович, Борис Владимирович, уважаемые коллеги, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов заседания за приглашение принять участие. И мой доклад действительно будет посвящен классической лимфоме Ходжкина. Безусловно, в получасовом докладе рассказать обо всех аспектах морфологии и биологических особенностях невозможно, но я постараюсь осветить какие-то основные моменты. Я думаю, будет справедливо сказать несколько слов о человеке, чье имя носит эта болезнь. Это доктор Томас Ходжкин, который был куратором музея в госпитале Гая в Лондоне. Это был очень прогрессивный человек для того времени. Он первым познакомил своих коллег в госпитале со стетоскопом, и у него был и микроскоп. Но в 1832 году он опубликовал статью, в которой дал описание макроскопической картины семи случаев, которые в дальнейшем получили название его имя. Когда в начале XX века к этим случаям вернулись и изучили микроскопически, оказалось, что далеко не все они содержали эту опухоль, а были и другие заболевания, в том числе воспалительные. Но я думаю, это никак не умаляет достижения доктора Ходжкина, и заслуженное его имя осталось в истории. А впервые оно было использовано имя в названии болезни 30 годами позже, когда другой английский доктор Самуэл Уилкс опубликовал свою серию наблюдений, и он там обозначил – это болезнь доктора Ходжкина. Если мы обратимся к классификации ВОЗ, то там дано очень подробное, развернутое определение, чем же является лимфома Ходжкина. Но если свести это к нескольким основным положениям, то можно сказать, что это моноклональная лимфоидная опухоль, состоящая из опухолевых клеток с характерным иммунофенотипом, располагающихся в неопухолевом микроокружении. Вот на этих трёх основных моментах будет сконцентрирована моя презентация, и я буду постепенно переходить от одного компонента к другому. Напомню, что в классической лимфоме Ходжкина выделяют четыре основные формы, из которых наиболее распространённый является надулярный склероз. На него приходится до 75% случаев в Европе и США и в России в том числе реже встречается смешанно-клеточный тип, около 25% случаев. Ещё реже классическая лимфома, богатая лимфоцитами, это приблизительно 5% наблюдений. Эта форма была внесена в классификацию только в 2008 году, и самым редким вариантом является лимфоидное истощение. Но распределение гистологических типов варьирует в зависимости от возраста и иммунного статуса пациента. У детей смешанно-клеточный вариант несколько чаще наблюдается, и точно так же чаще смешанно-клеточный вариант наблюдается у пациентов с иммунодефицитом вне зависимости от причины его развития. Итак, опухлевые клетки. Вы знаете, что они бывают одноядерные и многоядерные. Одноядерные носят название, имя доктора Ходжкина, а многоядерные мы знаем как клетки Ридж-Штерберга или в русскоязычной литературе. Их иногда обозначали, особенно в советский период, как клетки Березовского-Штерберга. И вот здесь, в центре поля зрения, вы видите вот такую типичную классическую клетку Ходжкина. Она состоит из двух ядер или двух долей в ядре, и каждая из этих ядер содержит большое эзенофильное ядрышко, окруженное просветлением, что придает ядру вид совинного глаза. Но помимо классических клеток, или как мы их называем диагностические, бывают варианты, например, лакунарные клетки или мумифицированные клетки. Это клетки, которые уже находящиеся в стадии апоптоза. Вот пример такой клетки. Ядро этой клетки уже пикнотизировано. Что мы знаем о биологических особенностях клеток Ридж-Штерберга? Ну, во-первых, то, что их удивительно мало, не больше 5% от всего клеточного состава. И таких опухолей среди лимфом довольно мало. Второе, что гистогенез, происхождение этих клеток было долгое время загадкой. И, в общем, были различные версии в том, что это, например, может быть, из гистиоцитов, из клеток стромы. Но после того, как развились методики микролазерной диссекции и смогли получить обогащенную популяцию опухолевых клеток, и усовершенствовались методики полимеразной цепной реакцией. В этих клетках удалось обнаружить клональные реориенжировки генов тяжелых и легких цепей, что было доказательством того, что это Б-лимфоциты. Ближе всего из всего спектра Б-клеток к ним лежат клетки центров размножения, как мы говорим, герминогенные клетки. Из этих же клеток развиваются такие опухоли, как фолликулярные лимфомы и значительная часть диффузно-крумноклеточных лимфомы. Но, что интересно, что приблизительно в четверти случаях в клетках Ридж-Штерберга выявляются так называемые деструктивные мутации. Если бы такие мутации случились в нормальном лимфоците, то клетки немедленно бы погибли, подверглись апоптозу. А клетки Ридж-Штерберга по какой-то причине выживают. И почему, и как им это удается сделать, я расскажу чуть позже. В следствии того, что опухолевые клетки лимфомы Ходжкина являются Б-лимфоцитами, но не полноценными, обычные, привычные для выявления и воздействия б-клеточные антигены и молекулы в них подавлены или просто отсутствуют. Что касается того, бывают ли лимфомы Ходжкина Т-клеточного происхождения, то такие наблюдения существуют в литературе, но относятся казуистическим, пожалуй. Каким же образом клеткам опухоли удается пережить вот эти деструктивные мутации? Происходит это за счет того, что в них активированы очень существенные, важные сигнальные пути. И самым главным из них является канонический и неканонический путь, нуклеарный фактор Капа-бета. И много факторов влияют, в свою очередь, на активацию этого пути, в том числе и гиперэкспрессия молекулы CD30, которая является характерным признаком лимфомы Ходжкина. Еще один сигнальный путь – это путь джакстат. И интересно то, что количество, степень активации зависит от копии этого гена. И ген этот локализуется в коротком плече девятой хромосомы. И интересно, что в этой же зоне находится еще один важный ген – ген, кодирующий легант к протеину программированной клеточной смерти. И это очень, в общем, ассоциация не случайная. Она имеет и биологическое значение, и сейчас рассматривается как важный момент для терапевтического воздействия. Еще одним важным и существенным моментом и с биологической, и с прогностической точки зрения является то, что в части случаев лимфомы Ходжкина в опухолевых клетках выявляется вирус Эпштейна-Бар. Это герпес-вирус четвертого типа, он довольно широко распространен, и он выявляется приблизительно в 20-40% случаев надулярного склероза и до 75% случаев смешанного клеточного варианта. Опять-таки, частота выявления варьирует от возраста. У детей и очень пожилых людей это значительно чаще. От иммунного статуса. У пациентов с иммунодефицитом практически всегда выявляется вирус Эпштейна-Бар. Ну и кроме того, пока доказано, что социально-экономический уровень развития того региона, где заболевает пациент, тоже имеет значение. Поэтому частота выявления вируса у больных, живущих в Центральной и Южной Америке и в Африке значительно выше. Что касается функционального состояния вируса, то он характеризуется как латенция второго типа. Смысл этого факта состоит в том, что вирус не разрушает клетку носителя и экспрессирует только определенный набор белков, в частности латентный мембранный белок, ядерный белок и некоторые РНК. И это имеет значение для биологии не только вируса, но и лимфомы Ходжкина. Первоначальная мысль была в чем же, так сказать, идея, что делает вирус в этой опухоли. И была мысль о том, что это этиологический фактор. Потому что было прослежено, что у пациентов, перенесшие острый инфекционный мануклеоз уже в подростковом или в возрасте, или молодыми, частота развития лимфомы Ходжкина значительно выше. Но все равно это только часть случаев объяснить вторую, часть никак была невозможной. Поэтому идея о идеологическом значении вируса Эпштейна-Барра уже просто исторический факт. Но в патогенетическом значении, в патогенезе этой лимфомы значения вируса очень велико. Хотя на самом деле вирус решает свои эгоистические задачи. Ему важно, чтобы клетка-носитель не только выживала, но и пролиферировала. И поэтому он вносит свой вклад в поддержание активации тех сигнальных путей, которые обеспечивают необходимые для пролиферации клеток Ритт-Штернберга. В частности, латентный мембранный белок 1 активирует нуклеарный фактор Капа-бета. Латентный мембранный белок 2-го А типа замещает Б-клеточный рецептор, который отсутствует в клетках Ритт-Штернберга. Морфологически отличить, глядя просто на срез лимфатического узла. Будет там содержаться вирус или нет, невозможно. И поэтому мы прибегаем к каким-то методам выявления. Это может быть либо иммуногистохимический метод, либо хромогенная гибридизация ин-ситу. И я вам дальше продемонстрирую, как это выглядит. Второй важный компонент диагностики – это иммунофенотипы. Здесь представлены целый ряд показателей. Но можно сказать, что среди них есть ключевые, без которых диагностика невозможна. И добавочная. Вот таким вот ключевым показателем является CD30. Он выявляется в 98-ми, то есть практически во всех случаях лимфомы Ходжкина. CD30 был описан в 1982 году Швабом и Дилем. И в норме он обнаруживается в клетках медулярного слоя тинуса, а также в активированных лимфоцитах, независимо от того, какой они линейной принадлежности – и В, и Т клетка. CD30 относится к семейству рецепторов фактора некроза опухолей. И важность биологической этой молекулы состоит в том, что она активирует сигнальный путь нуклеарного фактора КПБ. Вторым важным для диагностики маркером является ПАКС-5. Это транскрипционный Б-клеточный фактор, который определяет развитие лимфоцита в сторону Б-клеточного развития. Он присутствует во всех Б-клеточных лимфомах, начиная от лимфом, развивающихся клеток предшественников, и только они отсутствуют уже в плазмоцитомах. Но поскольку клетки Ридж-Терберга – это неполноценные Б-лимфоциты, то экспрессия ПАКС-5 резко снижена, и это является дифференциально-диагностическим признаком, который мы используем. Что же касается привычной для Б-клеточных лимфом молекулы CD20, то в лимфоме Ходжкина выявляется крайне редко всего только в 20-30% случаев. Здесь на этом слайде представлено, как выглядит типичная экспрессия CD30. Вы видите крупные опухолевые клетки, целый кластер таких клеток, и здесь выражены мембранные экспрессии, и имеется такое темное пятно в зоне Гольджи. Там, где этот антиген, собственно говоря, синтезируется и собирается перед тем, как он переносится на клеточную мембрану. А вот это пример правильный, если так можно сказать, экспрессии ПАКС-5. Для того, чтобы понять, снижена она или нет, в этом поле зрения представлена группа нормальных лимфоцитов. Вот здесь вы видите темно-коричневое или ярко-насыщенно-коричневое окрашивание ядер нормальных клеток, где программа баклеточного развития полноценна, а в опухолевых клетках окрашивание значительно ниже. Если в случае, где мы предполагаем лимфому Ходжкина, этот антиген отсутствует или, наоборот, он экспрессируется с той же интенсивностью, как нормальных лимфоцитов, этот диагноз должен быть подвергнут серьезному сомнению. А здесь представлены примеры того, как мы выявляем вирус Эпштейн-Абар, это иммуногистохимический в данном случае тест, вы видите клетки, в которых выявляется экспрессия латентного мембранного белка. А так, вот это чернильно-фиолетовое окрашивание доказывает, что в ядрах этих опухолевых клеток содержится вирусное РНК ИБЕР. Ну, поскольку CD30 содержится во всех клетках лимфомы Ходжкина, то появление, естественно, препарата таргетного, который бы воздействовал на эту молекулу, было закономерно. И, ну, так сказать, механизм действия брентуксимаба я, так сказать, не буду здесь останавливаться, я думаю, что этому будут посвящены другие доклады, которые последуют. Третий компонент, о котором я хотела бы рассказать, очень важен для существования опухоли, это микроокружение. Во-первых, чем интересны микроокружение в лимфоме Ходжкина? На него приходится подавляющая часть клеточной массы. Именно потому, как устроено микроокружение, мы определяем, к какому гистологическому подтипу мы отнесем лимфому. К модулярному склерозу, смешанно-клеточному типу или к варианту, богатому лимфоцитами. И это самые разнообразные клетки. Это различные популяции лимфоцитов, это макрофаги, это гранулоциты, плазмоциты, точные клетки и так далее. И дирижером этого большого оркестра являются сами клетки Риджтерберга, потому что они секретируют цитокины, которые вызывают миграцию клеток из периферической крови и их пролиферацию на месте. И опять-таки задача микроокружения состоит, она двоякая. Первая – поддерживать рост, пролиферацию и выживание опухолевых клеток. И вторая задача – препятствовать воздействию цитотоксических молекул, то есть создавать толерантное для опухоли микроокружение. В этом смысле наибольшее значение имеют Т-хелперы второго типа и так называемые регуляторные т-лимфоциты, которые находятся в самой непосредственной близости к клеткам Риджтерберга, окружают их в виде кольца. Среди множества механизмов, которые способствуют развитию толерантного микроокружения, в настоящее время очень активно изучается путь, связанный с активностью протеина программированной клеточной смерти или ПД1. Эта молекула относится к кластеру диверсировки 279 и функционирует как так называемая иммунная контрольная точка. В норме он экспрессируется на активированных лимфоцитах, и эта молекула имеет существенное значение для препятствия тому, чтобы развивались процессы аутоиммунные, потому что способствуют развитию аутотолерантности. У этой молекулы есть два леганда, ПДЛ1 и ПДЛ2, которые в норме экспрессируются на антигенпрезентирующих клетках, макрофагах и дендритических клетках. Как показали исследования, опухоли сначала это были изучения клеточных линий, а потом нативных образцов оказалось, что многие опухоли также экспрессируют леганд к ПД1. И вот здесь уже как бы срабатывает патологический механизм. Когда молекула ПД блокируется его легандом, то получается, что активность цитотоксических эффекторных клеток блокируется, и тем самым они лишаются возможности разрушать опухолевые клетки. Для того, чтобы восстановить нормальный противоопухолевый иммунитет, существует множество методик. Вы знаете, это иммунизация, введение вакцин. Но вот одним из механизмов является использование моноклональных антител. В настоящее время существует по крайней мере пять антител, таких к ПД1. Часть из них уже получила регистрацию в FDA, какие-то нет. И как же они работают? Они эти, вот здесь вот в первой части слайда, так сказать, ну это может быть плохо можно видеть, вот здесь вот ПД, леганд ПД связывается с самой молекулой, и тем самым инактивируется эффекторная клетка. А если же препарат вносится в это, так сказать, пациент получает это лекарство, то антитело связывается непосредственно с ПД, и то есть блокирует место воздействия леганда. Тем самым восстанавливается функциональная активность цитотоксической клетки, и возникает возможность восстановить противоопухолевый иммунитет. Как оказалось, в клетках Ридж-Терберга также экспрессируется ПДЛ, причем количество и интенсивность. Это было показано в работе Грина, эта статья была опубликована в 2010 году в журнале БЛАД, и показано было, что чем интенсивность экспрессии этого антигена зависит от количества копий гена на 9-й хромосоме. Хотя действительно было сказано, что лимфома Ходжкина – это довольно распространенная опухоль, и в диагностической практике мы сталкиваемся довольно регулярно с такими случаями, но, к сожалению, неверная интерпретация находок, она, тем не менее, бывает. И тут есть две группы причин. Первая, что помимо диагностических так называемых клеток, есть клетки, которые на них просто очень похожи, поэтому они получили название Ридж-Терберга – подобные клетки. И они бывают при самых разных лимфомах. Чаще всего при лимфомах Т-клеточного происхождения, но бывает и в баклеточных лимфомах. Вот в этой части слайда вы видите поле зрения лимфатического узла, пораженного ангиоиммуновластной лимфомой. И вот здесь в центре поля зрения, ну такая, в общем, многоядерная клетка, которая вполне могла бы быть расценена как клетка Ридж-Терберга. И вообще все вместе, это было, так сказать, здесь мог бы быть уместен диагноз смешанно-клеточного варианта лимфомы Ходжкина. А вот эти крупные атипичные клетки, полиаморфные, являются составной частью диффузной крупноклеточной и баклеточной лимфомы. А вот здесь Ридж-Терберга, подобная клетка, она была обнаружена в лимфатическом узле у больного с хроническим лимфолейкозом. Вторая группа ошибок связана с переоценкой значимости экспрессии CD30, я бы так сказала, при диагностике лимфом. Как я уже сказала, иммунофенотип лимфомы Ходжкина, он комплексный и нельзя опираться только на экспрессию CD30, потому что она бывает в очень разных опухолях. Но в первую очередь в Т-клеточных есть еще одна опухоль, для которой это является абсолютно специфичным. Анапластическая крупноклеточная и Т-клеточная лимфомы, это 100% случаев. Здесь в таблице приведены варианты других Т-клеточных лимфом, здесь подробно расписаны когда и что, но на круг это 43%, дифозно-крупноклеточные лимфомы 20%, бывают и при фолликулярной лимфоме. Кроме того, поскольку CD30 активационный антиген, его может, клетки с такой экспрессией можно увидеть в реактивных лимфатических узлах при инфекционном мононуклеозе. И надо помнить, что есть и нелимфоидные опухоли, которые тоже, в клетке которой тоже экспрессируют CD30. Например, один из вариантов герминогенной опухоли эмбриональная карцинома. Вот буквально вчера мы рассматривали случай, когда пациенту в одном крупном областном онкологическом диспансере был поставлен диагноз лимфомы Ходжкина, богатый лимфоцитами классической. И пациент получил лечение. В качестве первой линии терапии был выбран биокоп. И два курса он получил, это 45-летний мужчина. Ну и поскольку лечение было не вполне эффективным, то препараты были отправлены для получения второго мнения. И это оказалась фолликулярная лимфома, в которой единичные клетки экспрессировали CD30. Ну и еще очень, конечно, важно не запутаться в микроокружении, но об этом я уже не буду останавливаться. Таким образом, будет справедливым сказать, что точная постановка лимфомы Ходжкина требует учета всех трех главных компонентов. Морфология опухолевых клеток, иммунофенотипа и специфического микроокружения. И когда каждый из этих компонентов дополняет и друг друга, только тогда точный диагноз возможен. Большое спасибо за внимание. Елена Федоровна, спасибо Вам большое за такой доклад. Очень полезный. Мы все как бы еще раз прошлись по патогенезу и основных моментах диагностики лимфом. Может быть, у кого-то вопрос есть? Пожалуйста, Наталья Борисовна. Нам очень много поступает пациентов из других районов нашей страны. У меня такой вопрос. Допустимо ли поставить диагноз классической лимфомы Ходжкина, ондулярный склероз первого типа, без иммуногистохимии? Или это в наше время невозможно? Наталья Борисовна, с одной стороны, кажется, что диагноз лимфомы Ходжкина достаточно прямолинейный. Вот увидел классические клетки, вот увидел надулярный склероз. Ну и что еще надо? Но на самом деле существует масса случаев, когда другие опухоли напоминают. Но не будем говорить уже, например, о промежуточной форме между той, которая появилась с классификацией. Б-клеточная лимфома не классифицированная с чертами промежуточными между классической лимфомой Ходжкиной и диффузно-крупноклеточной б-клеточной лимфомой. Она вполне может выглядеть как надулярный склероз, но иметь совершенно не тот иммунофенотип. Она пластическая крупноклеточная лимфома. Это клеточная лимфома, в которой и были такие описания детских случаев, когда имел место то, что мы называем надулярным склерозом. То есть это были узлы, окруженные кальцигидным фиброзом. Я думаю, без иммуногистохимии это все-таки чревато ошибками. Еще вопрос? Я бы Вас хотел спросить. Это чисто исторический вопрос, поскольку профессор Фолкердиль близкий нам очень человек. Он очень много сделал, в том числе и для России, для российской онкологии и гематологии. Что не вызывает сомнения? Это то, что он доказал природу, клеточную природу клеток Рида Штенберга, Ходжкина. Это да. А что не вызывает сомнения? Это то, что все мы пользуемся и любим его протоколом биокоп. Их сейчас уже много этих. Но вот Вы сказали, что CD30 это Шваб и Фолкердиль. Но мне кажется, что CD30 это суперсемейство туморно-некротического фактора. Оно было открыто раньше, еще на Т-клетках и других клетках. А он показал, что CD30 может быть только на клетках Рида Штенберга. Они не авторы открытия как такового вот этой молекулы CD30. Или? Я что-то путаю. Нет, они действительно, они впервые его описали. Вообще? Да, насколько мне известно. Ну, спасибо, я это буду знать. Другое дело, что они его обозначили в тот момент как Ки-1. Антиген Ки-1, который, это первые буквы названия города, в котором они тогда работали. Киля. Это уже позже, это осталось CD30. Это позже уже его отнесли к опухоли, так сказать, к группе рецепторов опухоли-некротического фактора. А вначале это была вот молекула, которую они увидели в том числе, в первую очередь, на активированных клетках. Ну, тогда его вклад в онкологию еще более. Ну, я хочу сказать, что, например, именно Фолькеру-Вилю принадлежит заслуга в выделении клеточных линий. В общем, больше никому не удалось это сделать. Это да. И так была природа Б клеточная открыта. Вот. Но я проверю это еще. Меня это просто интересует. Потому что литература, да. У меня еще один вопрос. Ну, это он такой очень странный. Вот что меня расстраивает? То, что... То есть не то, чтобы расстраивает, а я не знаю, как вот на это реагировать. Нам очень нужны Т-регуляторы, особенно после трансплантации. Они препятствуют развитию реакции трансплантат против хозяина и вообще ассоциируются с хорошим прогнозом. Но если говорить о болезни Ходжкина, они являются очень важным компонентом микроокружения. Подпитывающим эти клетки. И вот когда ты видишь, я говорю, такую вот, ну, достаточно такую ситуацию стандартную. Вот увеличивается их количество после трансплантации. Ты радуешься. И вот у меня такое впечатление, что мы не очень-то должны радоваться, если после трансплантации при реформе Ходжкина быстро восстанавливается субпопуляция Т-регуляторов, поскольку они могут инициировать рецидив после трансплантации. У вас какие-то идеи есть, как бы вот в этом, в этой ситуации профилактировать рецидив? Ну, боюсь, что я вряд ли готова давать советы о том, как надо воздействовать на эти очень тонкие механизмы. Но действительно, это было совершенно право. Чем быстрее восстанавливается популяция, тем выше риски. И ведь не случайно, например, у больных на фоне ВИЧ, чем ниже количество лимфоцетов вообще, тем реже развивается не только Т-регуляторов, а всех Т-хелперов, тем реже развивается лимфома Ходжкина. Чем выше количество Т-лимфоцетов, тем быстрее развивается лимфома Ходжкина. Может быть, ингибиторы CD30, брендоксимопедатин, он работает... Он не работает, так сказать, на... А по поводу Т-регуляторов, вы что-то знаете, как он работает? Мне не надо знать. Спасибо. Еще? Пожалуйста, Игорь Васильевич. В недавно прошедшем симпози в Москве по 7-30 положительным лимфома Ходжкина. Борис Владимирович четко сказал, заполнен фразой, что лимфома Ходжкина – это опухоль, воспаление и инфекция. Правильно? Да. Клетки Ходжкина и Березонского штенберга – они маркерные клетки. Все-таки основная... Какой процент настоящих опухолей у клеток из этого микрожжения и вообще в опухоли существует? Какой процент? До пяти. Всего? Нет, этих клеток, а опухолевых, которых мы не можем никак идентифицировать. Ведь опухоль не может из 5% стоять? Вот в этом состоит особенность этой опухоли – 95% микроокружения и 5% опухоли. Значит, тут большой процент и воспаления, и инфекции. Ну, понимаете, микроокружение – это не то, что осталось от нормального, условно скажем, непораженного лимфузла. Это специфическая композиция, которую, так сказать, организуют под себя опухолевые клетки. Они, столь цитокин активно выделяет такое количество цитокинов, что каждый из тех компонентов, которые там находятся, он не случайен. И я пропустила просто слайд, но он просто очень нагружен там всякими стрелками и так далее. Каждая клетка что-то делает для поддержания лимфомы клеток выживания и пролиферации клеток лимфомы Ходжкина. Это не компоненты воспаления. Это микроокружение. А микроокружение – это нечто особенное, необходимое, существенное для опухолей. В микроокружении существует в любых опухолях, верно? Безусловно. А здесь они максимально видны. Ну, понимаете, это не единственная опухоль, в которой опухолевые клетки редки. Вспомним, Т-клеточная лимфома богатая лимфоцитой. Там 10%, здесь, скажем, 5%. Это редкие варианты, это, как бы сказать, особые опухоли с особым течением, с особым патогенезом. И сказать, что можно вот все так элементарно определить невозможно. Спасибо.